хорошо на я приветствую всех участников этого курса кто присоединился кто еще позже присоединиться представлюсь я замещаю сейчас светлану ввиду там ее отсутствие по определенным причинам вынужденным меня зовут аркадий бабич я художник фото художник в том числе сейчас иду параллельно здесь курс по фотографии на зеркальную камеру но вот связи с такими неожиданностями просили заменить и собственно сейчас будем разговаривать с вами как вы видите на экране о композиции которая она относится как и к мобильному мобильной съемки так как обычные зеркальные это не важно абсолютно сейчас на экране я вывел несколько основных сказать пунктов на что стоит всегда обращать внимание при выборе кадра и композиции которые вы используете в этом своем кадре сейчас смысла нет их озвучивать перечислять потому что нужны будут примеры которым мы сейчас собственно и перейдем надеюсь что у всех мобильные телефоны хорошего качества потому что раньше мобильные фотографии довольно пребывал в таком унылым состоянии и последних достижений науки техники как новые айфоны корейские даже китайские телефоны уже делают очень хорошие качественные снимки которые можно как и печатать как так и публиковать различных соцсетях ну и так далее очень использовать по своему усмотрению желанию ну давайте перейдем правило 3 вы наверное же я так понимаю проходили был урок вот эта сеточка которая нанесена сейчас на картинку она есть собственно у каждого человека в телефоне в мобильном будь то iphone будь то там система android неважно если вы подключите эту сетку она дополнительной кнопочкой включается сетка вам может быть очень хорошим помощником когда вы начинающий фотограф да и не только начинающий в определении композиции грамотные и необходимые которые вызовет притяжение внимания на определенные участки вот почему она разделена на эти вот квадратики они по 3 квадрата 3 сверху 3 снизу 3 сбоку 3 в центре горизонтали и по вертикали как бы горизонтальные линии являются помощниками выборе горизонта выборе как бы центра притяжение откуда в перспективе называется точка схода куда направлен на ваш взгляд и вот вы его регулируете когда если горизонт у вас расположен строго по центру то часто это бывает очень скучно это может быть оправдано только какими-то очень специфическими снимками каким-нибудь особым небом или с особый грунтом вот данном случае приведен обычный совершенно пейзаж и видите что линии горизонта выровнена по нижней полосочке вот по этой вот по линии 3 кстати все знают где эти включать вот эту сеточку у себя телефон все нашли разобрались прекрасно а вот вертикальные линии это соответственно вы выбираете параллель и чтобы у вас предметы не заваливались в кадре вы по этим линиям как бы его немножечко камеру направляете двигайте регулируйте для этого существует вертикальные столбы также пересечении этих линий вот раз-два-три-четыре композиционно это те точки которые желательно помещать важные предметы которые являются центром вашей композиции это может быть лицо человека взгляд направленный какой-то либо предмет на котором вы хотите акцентировать внимание и вот эти точки вот пересечения они всегда будут выигрышные в любом случае то есть это для тех кто боится ошибиться когда вы уже научитесь находить композицию самостоятельно просто поднося там камеру там глазу или вот так держа на расстоянии уже будет самостоятельно определять по умолчанию мысли нарисовать вот эти вот линии на экране и примерно понимать где должен располагаться объект ну как правило если вы делаете портрет то запомните одно простое правило закон такой когда у вас человек сидит допустим профиль или в три четверти развернут вот расстояние перед его глазами кадре всегда должно быть больше чем сзади на затылке вот допустим я сижу вас вот видите вас на экране я немножко смещен в бок там лево или вправо кого как не знает то есть перед взглядом должно быть всегда пространство я не должен упираться носом в крае снимка это взгляд уходит непонятно куда всегда со располагаем модель вот так вот таким вот образом и если вы мысленно проведете вот эти как раз линии 3 вы увидите что мы глаз там располагается как раз на пересечении вот этих двух верхних линий вот таким образом а если будет снимать крокодила ну соответственно он лежит ниже и таким образом это на нижних полосочках будет пересечении вот так же это прага старомерской площадь всем известная в чехии вот как помогают здесь линии 3 выбрать построить композицию во-первых я выравниваю горизонт по верхней линии потому что мне нужно показать панораму города панораму площади это с меня снято с ратуши это где чисто их знаменитые сверху и также по вертикальным линиям я выравниваю вертикали вот это вот здание костел напротив ведь у нее две башни чуть вправо чуть влево он получился бы немножко завален и вот как вы видите здесь идет перспектива остальные дома они заваливаются к центру потому что точка сходу у нас смещена вот примерно здесь самый низ нижний квадратик и она ведь не случайно здесь нижнем квадрате получается вот он для этого и служба квадрата мы разделяем чтобы найти себе центр композиции вот здесь точка спорта но собственно про линии 3 так кратенько я вам рассказал вы уже я так понимаю что сосед и проходили на вас вам уже объясняла как им пользоваться но еще немножко вот так бегло пробежали дальше посмотрим что еще фотографии можно использовать на что обращать внимание чтобы получить хороший интересный снимок и композиционный выразительный это симметрия ну симметрия у нас слава богу встречается во всем и в архитектуре и в природе и где угодно и в человеке то есть вот здесь самый простейший пример данной фотографии это мост разделенный по севой линии мы здесь получаем абсолютно симметричную такую фигуру снимок у него есть также глубина вот эти вертикальные линии которые перила они как раз создают динамический ряд повторяющую структуру тем более она уходит перспективно то есть они уменьшаются уменьшаются естественно за счет этого мы как бы создаем такой псевдо 3d пространство еще эти фонари у нас так дополнительно создают динамику и ритм на этой фотографии вот а бы в обычное симметричное фото дальше посмотрим тоже здесь двойная симметрия микрорайон такой застройка очень плотная вот снизу этого не видно но стоит поднять голову наверх и можно увидеть вот такой замечательный необычный кадр геометрически но достойный какой-либо выставки может быть архитектурный или еще любого конкурса то есть даже не обращаешь внимание на то что это дом он подсознательно в голове выплывает мы видим этот квадрат и параллели линии которые уходят перспективу в единую точку схода который находится по центру кадра кадре естественно обрезан потому что но у нас же прямоугольный в квадрате он смотрится гораздо выигрышнее выгоднее интереснее нежели если бы он был немножко растянут так такой же эффект можно применять и например с деревьями с высокими в лесу соус на какие-нибудь за выходит я сейчас попробую подключить мобильный телефон может быть демонстрацию на экране если получится я вам покажу тоже прямо с телефона как что выглядит как снимали простите пожалуйста как этот кадр делали лежа на полу что ли нет а зачем не обязательно ложиться на пол достаточно просто сесть на колени или поднять голову кверху понятно вы же ли у вас руках если вы снимаете мобильным телефоном но как я беру вот так вот и все и поднял вот держу вот так абсолютно ровно на экране он же экран же все показывает вы выбираете композицию ну да и и все видно очень удивительно снимок да да потом в программе просто кадрируйте и все выравниваете мы сегодня программы с вами изучим посмотрим если успеем который редакторы основные помощники для мобильной фотографии спасибо много вот в москве вот таких кадров на самом деле достаточное количество можете погулять поискать особенно новостройка можно прекрасные снимки сделать геометрические красивые интересные но хочу чтобы когда он был этот снимок цветном виде он не был навык график на черный белый эффект дальше смотрим ну вот интернет соединение это опять же те же самые или трудно видя в природе простая зевра идете в зоопарк и ждете когда она повернется к ну это к примеру как живая природа вот так распоряжается то же самое можно и в растениях найти с листьями и с травками ни с чем угодно еще пример вот такой пример смещенной композиции да вы видите что у нас здесь правило 3 также соблюдены потому что дерево который справа находится вот в квадратиках она как раз находится на линии на одной из линий 3 то есть она композиционно очень выверено и слева маленькое дерево который больше в тумане она как бы поддерживает вот это основное право то есть основной закон композиции в чем баланс картинка должна быть сбалансированы как правило баланс у человека в голове и глазу он существует от природы нам всегда как природа не не любит пустоты то есть если вам кажется что пустота на самом деле это не пустота это балансирован часть допустим если это вода здесь кажется пустой но нет композиционно здесь все выверено очень четко потому что в левом углу вот эта пустота у на уравновешена вот этим вот темным пятном вот этим деревом с раскидистой кроны который еще дополнительно отражается в той же самой воде и более мягкой тенью дает дополнительный нам баланс в этой композиции опять же посмотрите линии горизонта здесь находится почти по центру но это как бы условный линий горизонт этот берег это линии берега а горизонт у нас находится чуть выше вот он идет там где закат встречается с деревьями землей вот используйте тоже такой способ асимметричным сейчас дальше мы тоже все например посмотрим разберем фрейминг что такое фрейминг фрейминг от английского слова фрейм рама рамка то есть когда вы любой объект ваш ваше внимание вашего кадра вы помещаете в некую рамку но здесь вот снимок на самом деле показательный это не моя интернете нашел он показательный со всех сторон здесь и фрейминг и параллельные линии и перспектива и негатив все вот он идеально сбалансированы смотрите какой темный пол абсолютно черный белый потолок и стены еще и круг который похож на фирма спираль фибоначчи дальше мы тоже ее коснемся идеальные казалось бы простая но абсолютно идеальная композиция и фигура в центре которая притягивает на себя внимание взгляд как бы один из секретов снимков когда вы снимаете какой-то пейзаж или еще что-то чтобы его оживить поместить туда фигура человека ну пусть где-то меленько там или крупненько когда или следы человеческой деятельности это могут быть того что дома там дрова кто-нибудь рубит телега какая-то стоит кусок забора все что угодно таким образом пейзаж он оживляется это всегда простор уму и фантазии также художники это используют в своих картинах не просто пейзаж а немножечко кусочек забора покосившись там колодец какой-то фигурка человека пусть он идет по дороге все пейзаж ожил или ожил вот такой фрейминг значит эта рамка помещение какого-либо предмета в раму ну рама должна быть не как картинная рама условно это может быть все что угодно часом покажу дальше например вот окно здесь является рам в любое отражение когда вы снимаете себя зеркало сэлфи это тоже фрейминг называется но сэлфи как правило у всех они все одинаковые поэтому лучше вот как-то фантазировать вот этот снимок можно было получить например этому человеку самостоятельно поставив телефон там рядышком где-то на стол и позировать себе и получился вот такой вот глубокий осмысленный тут можно философствовать на эту тему очень долго опять же в черно-белом виде снимок получается гораздо более выразительным нежели там цветного смотрим вот такой вот пример видите глубокий сплошной забор из балясин мраморных или там гранитных не знаю каких и вот такая интрига как бы в щелочку мы подглядываем что там происходит в кадре под 3 мальчик катается там на скейтборде получается интересно причем передний план размыт потому что он нам не важен и весь фокус перемещен туда вдаль и опять же здесь соблюдается линии 3 обратите внимание основная фигура центр композиции он смещен вправо но находится четко по линии то вертикальной линии поехали дальше тоже пример фрейминга часто используемый кем угодно где угодно архитектурный это снимок сквозь арку парк благо полно в любом городе всячески в данном случае венеция из ресторана с ним сделал мы еще пройдемся я покажу на сайте много разных таких композиций по деталям можем разобрать плотность кадра вот этот снимок за одну скажу что он снял снят hdr до сребуку high-definition range расширение динамический диапазон для чего потому что если просто снять его обычный обычный фотоаппаратом или телефоном сама арка получится темный весь акцент уйдет туда вглубь на это небо небо засветится и получится такой очень невразительный снимок вы подумайте блин вот как же так вроде красивая композиция ничего не вышло но здесь на самом деле я открою секрет тут применен photoshop уже потом потому что небо слегка затемнено фильтром и таким образом вот эта башня колокольня она тоже немножко посинела потому что сверху наложен голубой синий градиент который придает драматичность и купол тоже собора петра тоже немножко синий передний план наркана высветленно вытянута то есть я хочу сказать о том что просто так снимки не рождаются это очень редко и случайно поэтому они требуют всегда дальнейшей обработки для того чтобы получить желаемый эффект линии мужа немножко коснулись любая перспектива всегда придает динамике любому снимку интересному вот здесь вот эти линии они только усиливают как бы ваше направление вашего взгляда на эфелеву башню направляют вот они здесь подрисованы видно до белым это может быть все что угодно любой архитектурный элемент то есть вы используете перспективные линии в к сходящиеся в одной точке для усиления какого-либо эффекта и обращения внимания они могут быть смещены как право как влево также вверх вниз неважно все ваш фантазия вот такой же пример я называю ведущими линиями они как бы ведут подсказывают взгляду направлении направлении вас куда здесь не только линия который нарисован на мосту сам мост но и люди вот эти ребята которые бегут они как бы у вас направляют ваш взгляд она это брукенский мост на манхэттен он далеке виднеется здесь не очень хорошо видно но тем не менее взгляд туда цепляется он сразу начинается смотреть что же там за этими арками моста чудо что там находится диагонали треугольники это повсеместно встречающиеся такие элементы которые можно найти где угодно как угодно вот здесь видите как довольно хаотично казалось бы они расположены но композиционно они все уравновешены если у нас вот слева река она занимает большое просто пустое пространство также самое небо но в данном случае небо заполнено облаками которые создают особое настроение облака тоже драматичные это вечер уже сумерки и справа вот эти перила ограждения темные которые они уравновешивают как раз светлую реку и своей темной стороной снимок тоже обработан естественно такой к таким контрастным не получился сразу естественно потребовалось время чтобы его довести до такого состояния а вот это вот цепь причальное который находится на переднем плане она как раз создает интригу и историю мы сразу начинаем понимать что это причал здесь причалют кораблики они куда-то плывут и швартуются ну то есть создается в голове целая история и это тоже частый прием который можно использовать фотографии когда вы хотите там дать какое-то продолжение снимку на передний план выносите как раз некий элемент они часто встречаются это как бы передний план сквозь него углубляетесь уже в снимок появляется объем глубина интересно и он начинает него интересно рассматривать тоже вот диагонали треугольники обычно как бы съемка перспектива дворезда фонтанчики вода вот я на других занятиях рассказывал про применение индии фильтров которые тоже можно также использовать на мобильных телефонах просто прислоняя темное стекло к объективу если бы здесь вот этот снимок был с применением нейтрального фильтра сделал вода она имела бы гладкую такую структуру поверхность была бы такой пушистой и красивой ну в данном случае мы рассматриваем просто композицию который состоит четко из треугольников ну тоже это вот пересекающиеся линии но которые даны в плоскости этот торговец так заморочился своей лавке украсил это не зеркальное отражение нет это именно он так положил нет нет это витрина вот они посмотрите ананас разные разные но они часто любят у нас заморачиваться да знаете там самые красивые плоды выкладывают наружу а все что внутри так продается казалось бы ничего такого особенного мимо проходишь интересно чем отличается фотограф простого прохожего он всегда видит замечает какие-то мелочи на которые никто не обращать внимание но здесь вот как раз идет игра света смотрите холодное дерево почти синего-глубого оттенка с ананасами они холодные и теплые мандарины вот этот контраст он конечно же усилен потом программе потому что ни одна камера не снимет так ярко нет таких к сожалению возможностей и получился такой казалось бы ничего такого особенного интересный кадр если еще поярче его напечатать на хорошей бумаге будет великой картинка вот это что касается диагональных линий диагональные линии можно сказать что это находка для фотографа если вам удастся как-то их вписать в кадр деликатно и выигрышно много как бы приобретете но про левый снимок где человек идет на пешеходном переходе тут говорить не приходится он очень выразительно яркий во первых как темный дождливый асфальт почти черный яркие вот эти вот пешеходные полосы все если бы его его можно было снять и прямо параллельно кадру он бы тоже не потерял своей выразительности но с такой динамикой получился более динамично и этот круг виден зонтика в виде круга он разбивает как раз эти линии чем создает вот такую вот опять же интригу движение взгляд за него сразу цепляется и по линиям 3 он тоже выверен все четко зонтик практически находится в центре самом центральном квадратики соответственно вот справа девушка просто облокотилась на села на лестницу облокотилась на перила неожиданные простые перила простой лиц простой пандус да но просто портрет сразу приобрет приобрел какую-то особенную такую законченность стремительность возможно если бы она была в спортивной форме какой-то одежде было бы еще интереснее потому что диагональные линии они всегда как-то ассоциируется больше со спортом напоминает собой на молнию значочек молнии который часто изображают не только на электросчетовых будках но и там на одежде где-то который как раз да говорят об энергии и диагональные линии это всегда символы на динамичности берите на вооружение ищите пробуйте экспериментируйте вот очень выразительные снимки казалось бы такие простые да вот простая белая стена женщина она специально подошла на специально позирует получился очень качественный снимок то есть геометрия композиционном тоже уравновешен потому что вот эта маленькая черная фигурка она уравновешивает вот это большое белое пятно треугольника который сложа располагается верхней части кадра ну справа если кто знает всем известный центральный парк нью-йорке если кто знаком но здесь на самом деле вот идет коллажирование чему вы тоже должны научиться калаш это современный снимок парка как он выглядит сейчас и старинные фотографии нью-йорка черно-белая как бы это сочетание двух времен получился мне кажется интересный снимок такой необычный что тут было раньше одному богу известно сейчас вот это выглядит так интересно давайте дальше пойдем паттерны и текстуру паттерны это паттерны английское слово это часто повторяющийся узор это мы можем наблюдать в тканях очень часто составляет из повторяющегося уже узора из каких-то технических элементов в данном случае сетка рабица и плитка на площади до сетки рабицы вы можете найти очень много но посмотрите как интересно она здесь создалась такая динамика фантазии может нарисовать все что угодно тут из черной сетки еще снег выпал так лег что получились белые треугольнички которые напоминают собой одновременные птичек и и рюмки и если бы тут развить фантазию можно в каждом этом ромбике нарисовать какой-то отдельный пейзаж вклеить туда да потому что то ли не там сугробы они так ложатся очень интересно это уже все зависит от вашей фантазии туда можно было воткнуть там каких-нибудь ягодов ягодок листочек там спичек навтыкать и создать интересную композицию это если кому хочется заморачиваться продолжить но можно оставить и так вот романтичные меланхоличные такой получился зимний пейзаж казалось не деревья не елки как обычно мы любим снимать елки с густым с густыми сугробами на ветвях такая вот просто сетка радица просто забор который во многих дворах есть мазали его здесь мы видим но есть больше акцент на плитку которая выложена площадь она создает очень интересный узор и он узор он как бы арочный повторяется в самом здании сам самой этой арочной конструкции ажурный такой такой вот снимок тоже паттерн паттерном здесь является в данном случае стулья как видите и фигура девушки она альпинос она светлом платье она дополнительно еще освещена высветлена в редакторе графическом для того чтобы создать больше глубины интересности этого снимка соответственно также увеличен контраст красного цвета потому что в оригинале стулья они были немножко разноплановые глубину так уходили и приходилось их вытягивать а девушка она гармонирует с задней стеной они такие же что задняя стена бледная что девушка бледная получился такой необычный снимок художественное произведение но очень концептуальное тоже можно выставлять на выставку если придумать какое-нибудь интересное название красивая до заполнение тоже известный излюбленный прием многими фотографами он из себя что представляет это когда вы крупно берете какую-либо деталь чего-либо это может быть портрет портрет животного там или фасад здания вот как данном случае от видите лев если бы мы его сфотографировали там издалека как целиком всю фигуру возможно он не был был таким выразить но а вот кошачьих хищных как известно морды они всегда такие притягательные интересные вот такой вот лёва ну справа всем известный нотро дам де пари фасад любой фасад любого здания может служить вам натурой но здесь в данном случае чем хорош потому что он освещен солнцем и очень такие создаются контрастные тени которые придают глубину и объем вот этой архитектуре я не знаю свет вам рассказывал про золотой час когда лучше всего снимать рассказывал да на закате закате да есть определенные часы и хочу сказать что не знаю как у вас сейчас покажу раз отвлется на эту тему вот есть такое приложение погода лиф сейчас я включу разница так не видно сейчас одну секунду и тут напомню экран вот на телефоне вот такая по как сказать приложение которое показывает погоду и у нее в самом низу найду есть вот такой вот такая диаграмма которая ведь написано золотой час это когда наступает то самое время когда солнце становится таким золотым и дает наиболее такие длинные глубокие тени красиво вот в это время лучше выходить на фото охоту такое приложение но незаменимы для фотографа который снимает закат рассвета это названу бесплатный совершенно спокойно погода лиф а спасибо давать лайф сейчас покажу вот значок отмечен это на айфоне ну я думаю что на андроиде то же самое будет индекс там золотой час здорово спасибо вот тоже пример заполнение это портрет любой портрет ну конечно хотелось бы чтобы лицо безупречным молодая девушка ну и очень часто когда мы снимаем пожилых людей да там старика с какого-то с глубокими морщинами это тоже получается очень выразительно интересные снимки наоборот это же вся мудрость вековая отпечаталась на его лице это тоже красиво это очень эффектно особенно если вы сделаете черно-белым или потом под контрастите хдр какой-то эффект придадите ему фантастические снимки получаются вот такой еще вот возможность это когда вы добавляете больше воздуха и делайте акцент на какой-то одной важной фигуре который хотите обратить внимание зрителя это может быть человек может быть стану все что угодно памятник как данном случае завоение шивы с трезунцем голубое небо она может быть пустым все что угодно опять же не забывайте про правило 3 когда вы фигуру помещаете вот четко по имени по линиям если мы сейчас проведем вот это квадратики линии то увидим что на правом верхнем течение как раз попадает глаз шива то есть первый взгляд куда обращать внимание это глаз потому что он как раз находится правило по правилам 3 то же самое вот здесь опять же больше воздуха все что у нас там слева весит пейзаж он не особо важен там мало что есть у нас все внимание берет на себя дерево густое от снимок обработан потом тоже фильтром потому что здесь вот и не он такой красивый интересный но здесь немножко есть одна ошибка которую сразу заметите специально оставил если кто разгадал может сказать пока здесь ошибка который бросается в глаза сразу но нарушена по моему правила вот этих третей не дорожка она ну там я понимаю а враг или что-то вот сразу бросается в глаза не туда смотрите не выдумывайте ничего вот посмотрели так что то не так на этом снимке ладно не то равновесие да правильно нарушен горизонт линия горизонта неровная она завалилась немножко вправо это естественно так идет пейзаж потому что земля у нас не может же идеально быть ровные везде кроме моря и если бы камеру чуть-чуть направил наклонить влево и даже если у вас не получилось и наклонить фотоаппарат или мобильный телефон все это можно по потом поправить в редакторе на есть там такой кроп инструмент вы сдвигаете линия горизонта должна быть ровными тогда снимок становится стабилизированным и равновешен но здесь очень хороший плотный небо получилось здесь нету провалов на светах и тень несмотря на то что она такая довольно глубокая хорошо проработана посмотрите я не знаю видно там у вас не видно но вот дерево все все листики здесь на виду они темные они на виду вот такой снимок очень эффектные графичными смотрите сколько воздуха вокруг и все и один зонтик который притягивает на себя внимание ничего лишнего стена желтая покрашена в италии очень много таких стен и все яркий зонтик это может быть все что угодно не обязательно зонт я вам еще чуть позже покажу на сайте на фотографии подобного рода что стоит обращать внимание при выборе композиции но смотрите здесь можно было вот эту вот даму зонтиком расположить также по центру кадра кадр бы не нарушился он тоже бы приобрел какой-то интересный вид но смещенные чуть-чуть вправо по линии 3 он все-таки смотрится гораздо выразительнее считает и довольно сбалансированным вот это пустое пространство сверху слева вверху оно как раз уравновешивается вот этим маленьким пятном темным да а зонт черно-белый полосатый он притягивает на себя внимание и нивелирует собой все всю композицию непонятный кадр совсем непонятный нет вообще непонятно зачем он нужен что такое желтая стена куда это женщина в как будто очень графичный это здесь смысла в нем нет в этом абсолютно никакой глубины это чистая декорация да он абсолютно декоративно это просто яркие пятна так вот мы сегодня монтировали одну выставку фотограф привез фотографии они яркие такие он снимает отражение и вот эти отражения они очень интересны из-за своих пятен они абстрактные они ни о чем но это просто красивые пятна и какое-то сочетание да 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 интерьерный то есть сделать какое-то пятно не кошечки не собачки ну я вам просто рассказываю что может быть на что обращать внимание чего не надо бояться вот предыдущий снимок был для меня вообще проходной мимо даже бы не обратила внимание это какой вот с деревом вот этот вот видите насколько мы разные а вот это реально зацепил а этот а мне очень понравился как раз кривой горизонт с этим деревом нет красивый и вообще краски какие красивые девушки края краски красивые до розовый это прекрасно что мы все разные показать еще раз девочку в веснушках девушку веснушка пожалуйста вот меня очень это интересует потому что я пишу портреты и вот несколько уже работ сделала молодые девочки селфи и вот у них все обрезанные головы я сначала страдала из-за этого но как-то написала вот обрезанную вот аналогично этой ну вроде бы ничего но меня пугает как вот резать резать лицо вот меня тоже как это вообще так можно было смотрите абсолютно совершенно спокойно я же вам показывал это есть такой прием заполнение кадра вам не нужно показать ее волосы у нее шикарная копна волос на голове шикарная здесь посмотрите на ее глаза и вот на эти веснушки вы же сразу на это обратили внимание плакать собралась неважно что она собралась сделать задача фотографа фотограф показывает вот эту необычность лица она вся конопатая веснушках и у нее цветные глаза разноцветные зрачки меня только вот я столкнулась тем что вот даже последнюю работу писала в принципе могу выкинуть вам на сайт покажите с обрезанной головой это меня сверху сверху или снизу или как она сверху я ее вы знаете крутила и под углом ракурс меняла в результате написал так я вот скину что ее можно смотреть и как лежа и стоя и горизонте и вертикали вроде бы зашла ладно я вы извините не 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 вы нормально вы вы нашли композицию как композиционный прием он совершенно имеет право имеет место быть и здесь не страшно то что то вам свет на рассказывал там про обрезание там рук но каком месте там человека можно расчленять вот здесь смотрите у нее порезаны руки да но они здесь не важны и мы даже не обращаем внимание на эти пальцы которые вот на лице лежат важно этот взгляд можно еще немножко сместить композицию было обрезать ее вообще волосы вот справа и подбородок чуть-чуть сделать еще больше акцент на глаза вот к чему притягиваете свое внимание туда устремляется вообще есть правило такое в живописи вот если вы картины рисуете надо всегда оставлять одно самое яркое пятно самое белое и туда падает в основном взгляд либо самый темный ну как правило самое белое самое светлое самое светлое на портрете что это это зрачки не зрачки облики зрачка отражение блик беленький все таким образом взгляд всегда цепляет ваше внимание вот если бы эти глаза были в тени я вот на другом курсе буду рассказывать про вспышку как снимать со вспышкой это у нас среду послезавтра занятие там вот как раз об этом будем говорить как снимать глаза как оживлять портрет как правильно вспышку направлять и так далее все в ваших руках тут главное не просто теория но и практика вы должны пробовать пробовать проводит послушали посмотрели вдохновились и сразу же пошли снимать своих близких родных просто из окна выглянули снимайте смотрите что происходит там каждую минуту пейзаж меняется погода меняется сейчас снег начинает таять сейчас будет прекрасное время для снимков отражение ловить садитесь на корточки практически ложитесь на землю ищите эти отражения ищите линии параллельные это тоже как классно интересно дальше спираль фитбан а че всем известны да вся природа она построена на этом ну тут выбираете любой листочек цветочек композиционно и таким же по этой же схеме очень многие произведения великих художников нарисованы и современные фотографии которые вы будете видеть они тоже построены по этой спирали фибоначчи мы ее не видим взглядом но она подсознательно она как бы присутствует и человеку который очень хорошо развито чувство баланса композиции он ее автоматически выстраивает но здесь данном случае лестница постановочный кадр там парень лег как будто типа упал или идет там бежит чистая спираль фибоначчи вот например простой пейзаж и посмотрите как он вписан в спираль фибоначчи вот эта лестница она как бы повторяет изгиб спираль то видно до линии нарисованы и все и притягивает центр внимания вот эти две женщины которые сидят разговаривают там обсуждают выходящих соседей все это центр композиции но лестница пустая здесь целая история что чтобы лестница здесь можно приду выобразить только кто здесь может ходить какие люди тут целую историю целую книжку можно написать и что они о них говорят вот два две барышни на посту на боевом про спирали очень много чего можно говорить так не уложимся долго противопоставление тоже очень хороший такой метод способ обратить внимание к чему-либо на снимок притянуть вот данном случае древнейшие потрясающие красоты архитектура опять нотр-дам-де-пари у нас здесь и простые лотки лавки лайки вот эти вот книжники это как-то блошиный рынок базар торгуют всем подряд вот она сочетание современный мир и мощь той ушедшей эпохи вот это противопоставление такое ну когда делаешь в цвете этот кадр он немножко становится таким захламленным да лучше иногда вот смотрите да вот вроде интересные кадра краски они все мешают и переводится просто черно-белый или в сепию там какое-то тонирование делаете нормально получается баланс один из приемов тоже снимков но в чем он заключается вот видите здесь два две фотки а тут дал опять итальянские и французскую мы противопоставляем фонарик вот это на переднем плане он естественно гораздо меньше той башни которая находится на заднем плане но в данном случае такой эффект весов эти противопоставления она подсознательное она работает вот таким образом как как бы иллюзия это иллюзия которых киношники часто используют там с при создании каких-то ложных перспектив обманок там великана как сделать помещающего на передний план человека а второго на задние становится там меньше размером в данном случае это используется баланс как весы чаши право-лево право-лево тоже не забывайте используйте увидели вот красивый фонарь раз фотографировали но если просто фонарь скатографировать это будет фонарь архитектура скучно не интересно а когда на задний план выходит еще эфелева башни ну что вы тут сняли непонятно да то ли кто главный то ли башни то ли фонарь потому что фонарь сам по себе красивый интересный и вот хочется разглядывать а башня она как символ она наоборот как бы уравновешивают и вот эта вот игра вот этих противоположности она тоже работает еще одно как бы сказать прием до направлении и пространство глубина пространства часто встречается когда мы снимаем пейзажи а здесь еще речка она дает направление но когда и нет они кораблика непонятно куда течет в данном случае корабль да он создает направление и движение а вот эти облака сверху это они еще и усиливает это движение и такое создается иллюзии вот это движение картинка оживает не появляется динамика снята это тоже очень утрированно тоже хдр это практически инфракрасная с ним съемка но это просто обычные мобильные фотографии тоже потом доработаны в редакторах мобильных таким образом уже один из приемных уже из этой же серии вот здесь смотрите здесь можно наблюдать также как и линию фибоначчи кривую фибоначчи да немножко изогнутую также направление пространства и перспективы дробный ряд и тут же сюжетная картинка и интересно разглядывать музыкант на переднем плане но он находится не в центре кадра но тем не менее его фигура заполняет практически треть всей картинки но также на заднем плане мы видим танцующую пару которые вроде маленькая сразу не обращаешь на нее внимание но линии перспективы построены так что взгляд все равно устремляется туда в ту плоскость она проскальзывает через музыканта гитара придает еще этому движение забор тоже придает движение и мы видим танцующую пару и уже потом начинаем разглядывать что-то у них еще в кадре то есть на он еще какой-то там парень с фотоаппарат мой он фотограф стоит что там курит смотрит тоже охотник за кадрами такой же как и вы париж заодно здесь получился сюжет вот я считаю такие фотографии вот когда travel фото занимаешься они наиболее удачные на мой взгляд когда в ней присутствует история вот история которую можно разглядывать рассказывать сочинять придумывать воображать все что угодно ну и соответственно сюжетная фотка вот который мы сейчас вот у нас было сюжет с музыкантом соответственно любой сюжет который вы снимаете он может победить и затмить все остальное все ваши ошибки огрехи все как бы там вы не сняли вот данном случае вот этот код глядывающий забор но здесь мы тоже вспоминаем линии 3 ни один из его глаз ни один глаз не попадает на пересечении этих линий но тем не менее он находится практически по центру кадра опять в нем есть блики и белые пятнышки о которых я вам говорил и мы наш мозг он видит кота интересно чем там забыл этот хитрый его взгляд то есть это о том что когда я вам говорю можно нарушать композицию и не соблюдать как бы и если сюжет превалирует над этими правилами он становится более главным двойной портрет я сейчас покажу демонстрацию экрана паузу секунду есть себя хочу на экран вывести видите меня но не на весь экран мелко да я хочу увеличить просто изображение но казать я просто хотел так вот фотография просто будет же плохо видно правильно ну это вот двойной портрет видите вот это мой сын мальчик с котом вот они двойные они достаточно крупные тут присутствует эффект боке и вот расположение как здесь также и спираль фибоначчи и линии 3 то есть что такое эффект боке боке это вот то что сзади вы видите вот этот размытый фон а вот но это на зеркальную камеру снято за счет от объектива сейчас в новых современных смартфонах уже к сожалению это пока реализовано программа программно но уже можно делать такой эффект размыть и фон вот в частности на айфонах на новых я знаю и на самсунг на галакси вот эти такие есть функции очень хорошие но он все равно немножко это все равно идет эмуляция такая симуляция с настоящего эффект боке этот эффект он получается за счет линзы фотографии когда фокус на фокус наводится на определенную точку а задний план размывается а можно такой вопрос вот он может быть не совсем по теме вы когда вот начинали нам лекцию читать у вас на экране было как будто размытие за за вами я так понимаю что вы поставили специальный фильтр на компьютере а вот когда вы его ставили и сами смотрите на себя как вы выглядите в зуме там получается что как бы вы насквозь этим пронизаны размытием или нет нет я вижу то же самое что видите вы я специально это размытие поставил чтобы ничего не отвлекало я попробовала поставить и получилось что сквозь мои глаза светится какая-то пустыня в общем не получилось что-то не так не знаю но тут вот есть кнопочка такая вот смотрите размыть мой фон называется вот я сейчас нажимаю вот он опять раз все вот я видно кнопочку не нашла ладно буду искать по его рассказ что там компьютер или я дать через компьютер через тогда правой кнопкой мыши называю нажимаете на прям на изображении появляется контекстное меню и там надпись размыть мой фон английский нашли да нашла спасибо к сожалению у нас сейчас время подошло к концу я вам приготовил тут еще одну лекцию я немножко ее сейчас озвучу для следующего занятия света наверно тоже не будет скорее всего придется замещать это вот использование различных трюков эффекта в мобильной фотографии мы же здесь на телефон и снимаем да как там придется у нас такой техники нет хорошей всякие фишки всякие эффекты но а программа у вас какие-то установлены на телефон это нет особо узнать про них тоже на следующем занятии мы немножечко очень здорово интересно было спасибо за то что выслушали присоединились ну вы немножко по активничайте все таки задавайте какие-то вопросы гораздо интереснее будет когда предметно конкретно вот есть какая-то задача с которой вы не можете справиться но ее хотелось бы решить что так не получается мы будем разбирать спасибо мы заготовим следующему раз готовые снимки уже показывать и будем детально разбирать сами находите осыпно ошибки исправлять их вот решать все благодарю вас всех за внимание портретики вот этот вот девочки то что вы рисовали сейчас одну секунду я тут тоже еще с этим зумом надо разобраться показать я не в зум я куда меня на почту но в телефон в чат а зум у меня в планшете а телефон на деревья вот такая пользователь так ну я вот сейчас а чат это у вас где он находится телефоне живая фотография группа такая все я понял к сожалению я не подсоединен к ней к этой группе я уточню организаторов как не подключиться посмотрю ваш снимок и мы его обязательно разберем с удовольствием очень продвинут говорите а в зуме можно как-то тоже можно в зуме есть чат так чат и вы вот этот чат если вы найдете там как показать чат ты вы сюда можете тоже сбросить и файл любой а я не в курсе было нашли нет нет еще я просто сейчас у меня уже в пять часов гимнастика начинается ой какая активная жизнь ну супер я поэтому вот эту группу очень вот мне она реально по делу нужна чтобы не время убивать у меня времени не хватает рисование много понимает я потому что с головой в этом фотография мне нужна практически чтобы делать удачные я обычно со своих фотографий или то что мне всегда вот я вижу что что-то не то приходится вот тем редактором который есть в самом xiaomi в моем крутить там кадрировать ракурсом немножко прекрасно прекрасно это называется продвинутый пользователь ну я много читала потому что мне хотелось это все делать как надо и фотографии старалась уже но я поняла что с этой улиткой это и морочиться не буду никогда ничего сложного нет да и есть такое правило боишься делай вот идите прямо вперед навстречу своему страху и тогда будет все получаться таким образом вы развиваетесь вы растете а для чего мы на этой земле живем как раз для этого для прогресса и развития портреты вы не поверите это вот самоизоляция я вот начала до этого я только карандаш академический рисунок рисовала гипс чем польза самоизоляции да а тут вот меня все таки на цвет потянуло почему-то в портрет уперлась эти цветочки и не вкатят как думала раньше а вот портреты и вот оно пошло поэтому причем акварель это акварель причем формат мини-корум у меня опять даже меньше чем опять это вообще миниатюра маленькие такие акварель сложный это сложнее это неправильно же влечено голова вот но сейчас все хочу на масло перейти вот сейчас еще под маслом будет гораздо проще масло самая простая вот мне тоже так говорят что масло будет проще вот хочу на масло ну не знаю пока вот с акварелью не закончила ну ладно все таки на масло акварель можно совершенствовать бесконечно там столько всяких техник невероятно засасывает ну ладно а вот с маслом разберусь и мне очень интересно чтобы потом работы я в инстаграм ну стала потихоньку выкладывать и чтобы подать вот это как бы удачнее и делать я думала вот как там было написано живые фотографии я же даже типа делаю клип вот фоток наснимаю чуть-чуть разные ракурсы а потом там в редакторе есть клип вставишь и вот эти фотки меняются музыку вкладываешь и сразу ну поинтереснее вот получается вот сюжет потом вот эти вот как их ну чтобы еще получать что интересней фотографию с разных ракурсов снимать немножко и один объект объект или фотографию картинку то есть вот картинку снимаешь но интересно чуть выше чуть ниже камеру чуть чуть сбоку в одну сторону в другую и он нажимает и поэтому потом когда клип делаешь и просто и они же выплывают вот так вот и как бы вот это интересно да я думала еще что научимся я приношу извинения уже 10 минут научимся Вер Павловна да все спасибо вам за участие да 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 спасибо всем спасибо Аркадий Владимирович всем до свидания до свидания все нажимайте на кнопочку так